Так, друзья, всем привет! В этом ролике покажу вам, как быстро, легко и просто можно собрать хороший качественный хозблок за два дня своими руками. Также, кому интересно, вся стройка наперед, обязательно заходите в телеграм-канал, там показываю прям весть из полей, что да как и где. Итак, у нас задачка построить добротный мини-домик для хранения материалов, крепежа, чай, кофе, перекусы, пока строится дом. Так как есть проект, я выписал все размеры досок и, заехав на часок на базу, напилил весь каркас домика. Таким образом, сэкономил кучу времени. Далее мы это все загрузили в прицеп. Список материалов прост. Шесть блоков, весь каркас домика, утеплитель в пол, а обязательно ветрозащиту в круг, ОСБ, кровли, инструмент и крепеж. Приехав в открытое поле, приступаем к разгрузке и начинаем сборку домика. Раскидываем шесть блоков и в первую очередь начинаем собирать обвязку из пакета досок. Доска тут у нас на весь каркас идет 50 на 100. Сначала крутим все на саморезы 6 на 90. Их используем для стяжки досок. В дальнейшем все обязательно пробивается гвоздями 90. Выставив диагонали, наполняем весь пакет досками. Продолжение следует... Так как домик в будущем может утепляться, сразу сделали закладные обрешетки для поддержания утеплителя. Каркас пола у нас готов. Можно раскатывать ветрозащитную мембрану. Отрезаем два куска под размер. Переворачиваем и монтируем. Тут мы применяем андутиз Smart A. Это хорошая ветрозащитная пленка с интегрированной монтажной лентой и защитой от ультрафиолетовых лучей до 30 дней. Она недорогая и для такого домика это отличный вариант. Такую же мембрану мы применяем и на больших домах, когда затягиваем перегородки. А клейкая лента дополнительно герметизирует швы и не дает пылинкам или волосинкам утеплителя попадать в комнату. У пленок андутиз три уровня цены. Ассортимент не дублирует друг друга. Понятные названия, из которых ясно, где и какая пленка должна применяться. У пленок андутиз имеют разметку полотна. Их удобно отмерять, отрезать, монтировать на стену, так как ошибки при монтаже сведены к минимуму. Потому что даже границы нахлёста тоже отмечены прямо на полотне. Если вы строите дом, делаете фасад или крышу, то тут лучше уже применять супердиффузионные мембраны. Они защищают утеплитель от загрязнения и выдувания волокон. Выпускают пар из утеплителя. Защищают от протечек и конденсата. Ну а более подробно рекомендую перейти по ссылке в описании и ознакомиться со всей линейкой имеющихся пленок. А также инструкцией по монтажу. Ну и конечно загляните на ютуб канал к ребятам. Они показывают много полезных советов, лайфхаков, гайдов, обзоров продукции. Поэтому все полезные ссылки будут в описании. Ну а мы поехали дальше. Далее, теперь пошли лаги пола. Также сначала скручиваем на саморезы при помощи винтовёртов. Работают они у нас уже очень долго. Тройку домов уже пережили. Винтовёрты у нас GreenWords. Если кратко, 3 регулировки скорости, около 300 ньютон. И весит чуть больше килограмма. Живут хорошо, рекомендую присмотреться. Закрепив лаги пола, начинаем утеплять. Толщина утепления тут будет 100 миллиметров. То есть листы укладываем 50 миллиметров с перехлёстом швов. Как только утеплили пол, сразу накидываем листы QuickDeck. Тут толщина 16 миллиметров. Они ламинированные и имеют шип паз. Поэтому плёнку не стелим. Утеплителю вовнутрь не зайти. И к тому же это хозблок. Дачный домик на лето, и тут с ума сходить не надо. Где пароизоляция, где проклейка скотчем и так далее. Всему есть предел. Ну и, конечно, всё согласовано заказчикам. И даже ещё не факт, что этот домик будет утепляться дальше. Саму плиту стреляю с пистолета. На яршёные гвозди 50 миллиметров. Лишние куски отпиливаем. КОНЕЦ 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 Как только пол был готов, сразу пошли стены. Так как всё напилено, собирается всё максимально быстро. Верхняя и нижняя обвязка, стойки и укосина. Скрутили, пробили и подняли. КОНЕЦ 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 Пока ребята собирают вторую стенку, я делаю центральный прогон. Смотрите продолжение в следующей серии. Как только стоят стены, запиливаем по месту стропила и ставим на свое место. Продолжение следует... Далее пошла доборка. Всех стоек по месту. И каркас готов. Можно закатывать ветрозащитную мембрану. Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу по ветрозащитной мембране бьем горизонтально об решетку под шаг листов ОСБ. Так как на двух стенах будет гибкая черепица. Монтируем ОСБ на 32-й гершоный гвоздь. Бью прямо с пистолета. Продолжение следует... Продолжение следует... После монтажа ОСБ сразу на крышу раскатали подкладочный ковер. Используем тут от компании Дёки. Высокий стандарт. Он дополнительно защитит нашу крышу от протечек. Имеет хорошую клейкую полосу. На солнце она прям дико склеивается. Поэтому раскатывайте сразу ровно. После ковра вход идет гибкая черепица. Тут у нас сота. Цвет коричневый. Если вы не знаете как работать с такой кровлей, то на ютуб канале Дёки можно увидеть подробные инструкции. А если кратко, то на каждой пачке также есть все виды укладок и количество гвоздей для каждой кровли. С пистолета кровля бьется прям очень быстро. Да и сам домик стал выглядеть уже намного интереснее. Пока ребята добивают кровлю, я начал зашивать стены из имитации бруса. Тут у нас сорт АБ. Толщина 16 мм, ширина 135 мм. Креплю прям на желтые саморезы 45 мм. Брали на рынке сразу 4-х метровую. Остатков практически в ноль. Ларитьthrop очень более чертые. Брусная хочется получить доuch inside. Застя зачистку. Брали на рынке. Уважаю к зимой Berry на рынке западening. Застя и винтиветельный счет гибкая маркетка. Зашив заднюю часть, приступаю к передней. У нас домик пока без окон и дверей. Будет дверь самодельная, временная. В дальнейшем по плану поставить недорогую входную или массив. А может, какую бушную найдем, поэтому время покажет. И для этого сделали сразу проем 800 на 2 метра. Ну и в заключении смонтировали все боковые планки. Они тут из оцинковки перестали делать деревянные уголки. Они отлетают только так. Да, металл дороже, но зато стоит на своем месте. Да. Да. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Домик размером 240 на 4 метра Собран из доски 50 на 100 естественной влажности Стоит на 6 блоках бетонных подложена гидроизоляция Обвязка у нас сделана пакетом досок Весь домик полностью затянут ветрозащитной мембраной Andutis Smart A Далее стены боковые и крыша У нас гибкая черепица Это деки однослойная В принципе цвет коричневый Торцы перед и зад у нас имитация бруса 16-135 АБ Все на саморезах каждую стоечку Чтобы ее не крутило Окантовка оцинкованные уголки Раньше делали деревянные, они отваливаются В итоге делаем оцинкованные Да, уже солнышко садится, конечно Мы вот под вечер успели А спереди такой отбойничек тоже металлический Чтобы не разбивать угол Дверь простая вообще из имитации То есть чисто вот так пока техническая При необходимости проем 80 на 2 Можно поставить железную дверь Внутри у нас вот такая картина Уже темновато, конечно Уже плохо видно, но нормально При желании в дальнейшем можно утеплиться Зашиться ОСБ, вагонка И будет теплый домик Также касается окошко Можно поставить 60 на 60 Смотреться не будет Надо хотя бы метр двадцать на метр двадцать Или там метр на метр будет мощно То есть и в принципе вот в таком ключе Такой домик получился Собрали за два дня На домик есть проект Строили по проекту 40 Только уменьшили 80 сантиметров Чтобы четыре на два получить Потому что это минимальный размер хозблога Дверь кстати будет меняться Железную потом поставят Чтобы строить можно было дом И хранить какие-то мелочевки Материалы, крепежку, инструмент Так что вот в таком стиле получился Поэтому всем хорошего настроения Увидимся в следующих выпусках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!